Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Railway Empire. Ну что же мы с вами продолжаем добывать нефть на юге страны. Мы с вами выполнили под конец серии задания в 5 вагонов, 5 грузов в неделю. Теперь нам нужно с вами сделать квартальную прибыль в 2,5 миллиона за доставку грузов и плюс еще сделать провести керосин в количестве 50 грузов и здесь 20 грузов в неделю. Для этого надо будет выкупить аж таких 3. У нас уже две есть нефтяные вышки. Вот это скорее всего у нас будет с вами третье. Но для того чтобы требовался хорошо у нас с вами нефть, можно было ее ввозить хорошо, надо будет развить два города Канзас-Сити и Уичита до 115 тысяч, чтобы можно было бы, чтобы можно было бы делать керосин. То есть здесь чтобы требовался керосин. Керосин у нас на максимальной загрузке, когда будет 115. Немножко у нас пока с этим проблемки. Города так не растут, как хотелось бы, да? Но у нас уже есть с вами уголь. Кстати, где у нас уголь? Он куда у нас приехал? А, он загружается. Ладно. Надо будет еще один состав с углем и предприятие здесь развить. Развить предприятие, это требуется 500 тысяч. Я возьму. У меня вроде как уголь еще пока есть, да. Сюда можно будет еще возить цемент. Цемент где-то вот тут недалеко был, да. Цемент можно будет возить. Его можно будет возить вот на эту станцию. То есть ее тоже расширить по максимуму. Почему бы и нет? Плюс, кстати говоря, вот здесь вот можно же нам с вами переделать немножечко дороги-то наши. Вот, отлично. Сейчас мы здесь еще делаем съезд. Семафор здесь стоит. Все прекрасно. Теперь здесь по поводу съезда-заезда. Как раз пока он у нас заехал, давайте мы здесь вот дорогу снесем. И сюда можно вводить будет цемент, который, в принципе, тоже позволит увеличить город, население. Все, замечательно. Так, станции ТО здесь нет. Давай поставим станцию ТО. Кстати, а у нас здесь тоже нет станции ТО. Отлично. Город с Леной растет. Сейчас будет уже 40 тысяч. И здесь мы с вами построим ателье. Денег вроде должно хватить. Поломка плохое состояние. Чего бы поломались, что ли? О нет, похоже, на одном из твоих поездов что-то пошло не так. Так, строим ателье. Отлично. Здесь будет делаться одежда. И одежду надо будет еще ввозить вот здесь вот между городами. Тогда все будет прекрасно. По поводу нефти. Ну вот, мясо уже нормально, да? То есть они развились хорошо. По поводу нефти и ткани. Надо будет здесь увеличить предприятие за 400 тысяч. Это мы сейчас с вами прямо сделаем. По поводу облигаций. Так, 200 очков инновации у нас есть. Посылки меня не особо интересуют. Мне нужно 300. Мне нужно 300 кочегар и кочегар. Два кочегара. Давайте поставим. Здесь у нас нет кочегара с вами. Без разницы, да, кого? Ну, давай тебя. И вот сюда. Так, это у нас с углем, кстати. С углем давайте делаем ему дубликат. Отлично. Так, с тобой как быть? Нефти маловато. Вернее, этих химикатов. Но требуется миллион на улучшение. А у меня есть возможность взять облигации? Нет, к сожалению. Облигации взять я не могу. Облигации я взять не могу. Это плохо. И здесь тоже город не растет. Тебя надо, кстати, еще купить. Не забыть. Это фрукты. Не особо меня волнует. Блин, он мне перегородил дорогу, зараза. Он мне перегородил дорогу. Это плохо. Из-за недостатка оборудования. Слышь, ну как-то с оборудованием надо уже решать проблему-то. А у тебя-то какие проблемы? А почему ты не заправляешься? А, тут, в принципе, есть как раз вот. Да, все нормально. Единственное, когда надо будет поставить, наверное, везде станции ТО. О, потому что что-то как-то они тут и ломаются. Так, кто у нас тут? Охранник и кто-то еще прибыл. Понятно. Охранник. Охранника можно поставить. Ткань. Ткань есть. Так, это пассажиры. Это мясо. Ага. А ты у нас откуда? Уичита Салина. Давай я тебе сделаю дубликат. Блин, ну надо, чтобы ты... Я понял тебя. Я тебя понял. Надо где-то указать здесь первостепенно ткань. Вот. Вот так вот пусть будет. Здесь тоже укажем потом первостепенно ткань. Замечательно. Ну и здесь тогда надо будет улучшить предприятие наше. Пол ляма потребуется. В принципе, недолго осталось. Вот и пол ляма, пожалуйста. Главное, что сюда ткань привезти. Ну и надо будет тогда здесь отправить составы, чтобы они возили ткань еще вот сюда, вот между городами. Вернее, ткань, а уже одежду. Изобретатель. Дороговато, изобретатель. Не подходишь. Блин, серьезно? Так, вот так нормально будет, да? Так, неплохо. Как только здесь сделается хотя бы немножко одежды, тогда мы с вами отправимся в состав туда, в город грузовой. Пока смысла нет, потому что нет, ткань туда не привезли. Ткань пока туда не привезли. И, по идее, сейчас ты как раз должен зацепить ткань. Обслуживаться не страшно. Да, он загрузил ткань, хорошо. 300 очков инновации у нас есть. Давайте смотреть, что у нас здесь. Уменьшает ежедельные расходы на поездной персонал. Не особо. Увеличивает оплату за привозку грузов. Уменьшает потребность в техническом обслуживании. Уменьшает расход воды песка и смазки на 20%. Вот это вот надо сейчас полезная вещь, первым делом. Затем надо будет в оплату перейти. Очень серьезно и быстренько, чтобы больше получать за перевозку грузов. Так, здесь уже почти 100 тысяч. Химикаты есть. Ты у нас что повез? Мясо повез, да? Мясо. А ты у нас пиво и сыр. Давай тебе сделаем химикаты первым делом. И тебе как бы тоже химикаты первым делом. Да ладно, он мне акции покупает. Вот этот пород событий. Вы что, сдурели что ли? Меня покупают. Офигительно. Так, проводник. Проводник мне не нужен. Так, что у нас тут с одеждой? Одежда уже есть. Прекрасно. То есть, делаем локомотив. Только грузы здесь первостепенно. Это шмотки. И сюда, в Канзас-Сити, на второй путь. Ожидает свободных путей. Но здесь пора расширять станцию. Потому что они тут... Да ладно. Вот этот поворот событий. Нельзя-ка это поставить. Расширить станцию. Класс. Еще привезли ткань. Улучшить. Улучшить уже миллион. То есть, уже такие пошли расценки. Офигительные. Так, машинист есть. Здесь не хватает машиниста. Блин, мне нужно, чтобы построить где-то керосин. Эффект соединения кто с кем. О! О! Вот это вот хорошо. 600 тысяч можно получить. Почему бы и нет? Так, здесь станция в какую сторону будет расширяться? В ту. Окей, значит сюда поставим. А в чем слово? А, здесь уже стоит станция. Я уже не могу ничего сделать. Все понятно. Здесь уже станция стоит. Так, мостов ничего нет? Нет. Получили бабосики. Сто тысяч. Так, сыр. Сыра не хватает. Расширяем предприятие по производству сыра. Здесь шмотки есть. Хорошо. Шмотки должны уже возиться, по идее. Зарабавая геймс влюбимница рынка. Стоимость достигла 31 миллиона. 101. Так, ну здесь получается требуется миллион, да? На раз... А, 800 тысяч. Здесь миллион. Ну, пока и там, и там хоть что-то есть на складе. Но лучше, конечно, больше делать. Облигаться не могу взять? Нет, пока не могу. К сожалению, но пока не могу. Осталось, в принципе, не так-то и много заданий. Но, блин, мне надо керосин делать. Керосин. А еще ни один город, блин, никак не хочет дорасти до 115 тысяч. Пшеницы, кстати, здесь нет. Пшеницы. Ну, ее, кстати, можно будет возить. Пшеницу. Давайте, смотри, как сделаем. Во-первых, здесь расширим... Вернее, станцию ТО. Расширим станцию отдельным путем. Просто пускаем отдельным путем. Не, не сюда. Вот как-то вот сюда, что ли. Так. Так, отлично. Симафоры. Значит, так. Снести. Сюда. Так, нам нормально. Все отлично. Сюда-сюда поставили. Хорошо. Пшеницу, говоришь? Давай возить пшеницу. Чего бы нет. Охранника возьмем. Вагон, холодильник. Настроить путь. Автоматически со второго пути. Не интересует. И вот сюда, на третий путь, поехала пшеница. Допустим, пшеница есть. Рогатого скота не хватает? Серьезно, так быстро забирают? Обожаю сливочные сладости Дока МакТейсти. Так, смотри. Тот пошел разгружать. Еще один. Давай делать еще один. Он должен обслуживаться, что ли? Давай тогда здесь поставим станцию ТО. Увеличить надежность локомотивов на 11%. Это полезная вещь. Почему ты опять путаешься у меня под ногами? Так, опять журналюга. Не забивай голову. Кому интересно, что пишут в желтой прессе, верно? Кукурузы не хватает. Так, ты у нас как называешься? Роберт-поместье. Как раз только привозишь, да? Значится, мы сейчас с вами делаем дубликатик. Сейчас как раз привезет кукурузу. А, так ты сломался еще. Вот собака. Сломался, оказывается. Он, оказывается, сломался. Там, это плохо. Вот как раз в надежность мы с вами прокачались. Так, починился, поехал. Починился, поехал. Как раз сейчас будет разгружаться. И я делаю ему дубликатик. У меня уже тут создаются заторы. Допустим. Итак, смотрим. Пшеницы. Нет. Ее вообще даже сейчас только привезут, по идее. Только сейчас привезут. А, он как раз только приехал, да? Отлично. Делаем дубликат ему сразу. Он только приехал. Значит, у нас пшеница есть, рогатый скот есть, кукуруза есть, дерево есть, мясо есть, пиво есть. Хлопок мало, сахар есть, ткань есть, молоко есть. Нету овощей, фруктов, одежда есть, мебели нету. Где мебель? Где мебель? Мебель только едет. А это нас учитто и Фейтвилл. Ага. Надо тогда наоборот сейчас сделать. То есть, делаем локомотивчик. Проводник мне не нужен. Только грузы. Отсюда. Сюда. Ну, пусть будет первый путь. Этот с мебелью где-то здесь у нас, да? Я сейчас потеряю его. Это не мебель. Это, по-моему, пиво. А где мебель? Это сахар. Это кукуруза. Это кукуруза. А где мебель-то? Он уже приехал с мебелью-то? Нет? Ладно, пускаем. Не, это пиво, я же говорю. Это пиво. А, да. Он только приехал. Как раз. Отлично. Забыбай геймс удостоился награды. Уичито гордится достижениями. Хорошо. Уичито продолжает расти. Замечательно. Давайте здесь построим все-таки университет. Хотя надо было не университет, а достопримечательность построить. Так, музей. Удовлетворение. Да, удовлетворение спросом. Лучше построить музей. Так, ты продолжаешь расти. Это хорошо. Не хватает. А, вот, кстати, можно будет удовлетворением. Нет, здесь можно построить музей, потому что мне здесь не надо. Вернее, университет. Развить надо предприятие. Вот что надо сделать. Миллион требуется для этого. Ткань-то вроде бы у нас... А, у нас нет ткани, да? Да, у нас ткани нет. У нас проблема. Он покупает мои акции. Два проводника мне не надо. Лобок. Рост. Молодец, лобок. Расти дальше. Лобок-колобок. А, ты опять встрял, да, у нас? Так, ну, пшеница вроде как поехала у нас. Где-то по центру придется сделать еще один. Учита растет. Давайте сделаем еще один дубликат. Все, пусть едет. Уичи-то. 105. 105. А мне надо 115. Цемент, кстати, сюда можно будет возить. Я же совсем забыл про цемент. Про цемент. Точно. Цемент. Блин, она уже забаррикадировалась. Своими путями. Это у нас кто? Шериф. А, сокращение. Сокращение не страшно. Это меня не волнует особо. Так, а вот здесь вот 106. 106. Здесь у нас 100 тысяч. Ну, с тобой попозже будем заниматься. 200 очков инновация маловато. Так, проводник, проводник. Начальника станции нет до сих пор у меня. Это плохо. Мне нужен начальник станции. Тогда, получается, надо будет здесь строить керосиновый, да, завод. А, здесь не получится по строить керосиновый, потому что здесь стоит все, что нужно. Тогда здесь, как, в принципе, я и хотел, тебя я возьму. Отлично. Сносить пока не буду. Зазывало. 150 тысяч тратит на зазывало. Опять нет рогатого скота, я что-то не понимаю. Разрабатывается еще одно новое месторождение нефти. Да мне пока не до ваших разработок. Я не знаю, что-то у нас как-то тут с нефтью. Вообще затор, да? Склад заполнился. И здесь, и здесь заполнился. Здесь уже почти 110 тысяч. Ну вот давай цемент, что ли, возить. Не знаю, получится здесь поставить станцию или нет. Блин, чуть-чуть не получается. А если вот так вот? Вот зараза, а ну вот зачем поставил ты здесь свои... Дороги свои. Придется вот так вот проводить. Хочешь напугать меня этой станцией? Так, тебя берем. Ну давай вот сюда вот на крайний. Значит здесь мост по-любому нужен. Туннеля никаких нет. Здесь тоже мост нужен. Значит как-то он слишком тут здоровый. Вот сюда давай. Офигеть, мостик. Нельзя его как-то тут же примерно сократить. 7% уклон, да, и пофигу. Полляма, блин, только дорога будет стоить. Так, один путь есть. Теперь второй. Второй должен стоить немножко подешевле. Да, всего лишь 200. Нет, подожди, мы еще здесь не закончили. Надо соединиться. Ну и... Блин, серьезно, я что-то не заметил. Оказывается, я здесь сделал туннель. Офигительно. Его просто не было. Когда я уже мост убрал, появился туннель. Я этого не заметил. Ладно. Не страшно. Так, сюда семафорчики. И сюда семафорчики. Так, башня. Одна здесь. Одна здесь. Вторая здесь. Ну и в принципе и все. Станция ТО вроде как бы здесь есть. Да, отлично. Добавляем локомотив. Добавляем локомотив. Отсюда. Отсюда. Давай на четвертый путь. Поехал. Сейчас тогда дождемся, когда он... Сейчас тогда дождемся, когда он... Ну, я не знаю. Полпути, наверное, это будет вот этот мост. Правильно? Добавляем локомотив. Полпути сюда. Делаем дубликат. Заезжает в город. Делаем еще один дубликат. И, по идее, должно быть все отлично. Так, музыка у нас с вами опять пропала. Канзас-Сити падает. Офигительно. Надо будет разбираться с этим вопросом. Машинист прибыл. Еще бы нам с вами не назначить машиниста. Здесь никого. А кто еще прибыл? Наконец-то начальник станции вернулся. Классно. Когда только будут на мосту, тогда мы с вами делаем еще один. Проводник? Нет, проводник мне не нужен. Мне и так уже проводники стоят все на месте. Вроде бы, если мне, конечно, их не перекупили. Но это сейчас не особо страшно. Я главную задачу свою выполнил. Я перевез 350 тысяч пассажиров. И все хорошо. Полпути есть. Проехал. Делаем дубликат. Это загружается. Нет, берем пока тебя. Ну и когда он заезжает в город, мы делаем еще один. Да, плохо без музыки там. Диджей опять, наверное, заболел. Трудности в Канзас-Сити журналист выявил недовольство. Как настроение? Я посвятил тебе статью в газете. Мне не нравится, что Канзас-Сити начинает падать. Надо будет разбираться с этим моментом. Так, у нас есть три звезды. Сейчас это мы сделаем еще один дубликат. И можно, в принципе, что-то прокачать. А прокачать мы с вами будем перевозку грузов. Так, все, он приехал. Этот загружается. Хорошо. Так, три звезды. Три звезды. Перевозка грузов. Давай, наверное, вот здесь за перевозку грузов сначала, да? Чтобы уже сюда не смотреть. Уже будем только здесь прокачиваться. Так, кто у нас тут еще? Проводник. Изобретатель. Нет, изобретатель мне не нужен особо. Ну что вычи-то? Что тебе опять не хватает до 115 тысяч? Что? Хлопка нету, что ли? Серьезно? Вот тебе хлопок привезли. Давайте еще тебе дубликат сделаю. Как раз уже давно пора. Проведены Олимпийские игры. Возвращение после долгого перерыва. Как раз привезли хлопок. Надо предприятия свои развивать. Здесь за 800 тысяч. Так, рост пошел. Хорошо. Давайте еще за 800 тысяч увеличим предприятие, чтобы появилась ткань на экспорт. Эту ткань у нас нет вообще. 111. Как раз скоро уже потребуется этот... Керосин. Как только потребуется керосин, мы с вами тогда, получается, здесь предприятие сносим и строим по производству керосина. Плюс ко всему, здесь предприятие надо было купить у нее. Но мне нужен аукционист. Охранник есть. Давайте поставим охранником. Чтобы купить ее предприятие. Рекрутер. Мне нужен аукционист. Блин. Серьезно. Что у нас здесь? Ну да, все. 115 тысяч у нас есть население. То есть здесь уже требуется керосин. Соответственно. Правильно? Правильно. Сколько потребуется денег на снос и на покупку? Снос предприятия 240 тысяч и плюс покупка нового предприятия 250. То есть 500 тысяч надо будет. 500 тысяч. Ну, в принципе, это уже достижимая цель. 500 тысяч у нас есть. Вот сейчас мне нужен аукционист. Вот сейчас мне реально нужен аукционист, потому что я здесь тогда смогу возить сюда нефть. Отсюда, отсюда и отсюда. Сразу с трех точек прям вот сюда завозить на склад. И просто будет все шикарно. Так, все, значит, керосин. Тебя снести. Тебя построить. Керосин есть. Все здесь есть. Все прекрасно. Мне требуется, получается, еще здесь предприятие купить и заниматься уже чисто только нефтью. Как раз начали производить керосин, потому что у нас нефти там дофига и больше. Можно, конечно, увеличить еще и предприятие само. Пол ляма требуется еще. Сыр, кстати, надо будет. Молока не хватает. Молока не хватает. Вообще класс. С молоком-то как бы особо проблем-то и не было у нас. Так, как называется это у нас? Смит с катабазом. Смит с катабазом. Ага, назад поехал. Окей, делаю дубликат. Поехал молочко обратно. Ну все, Уичито в итоге выросло до классных размеров. Уичито все еще самый большой город. Вы слышали, Заброба Геймс? Да, слышали. Давно уже слышим о таком. Машинист. У меня много, кстати, персонала. Надо будет уменьшить их это обслуживание. Растет это хорошо. Хорошо. Блин, ну дайте мне, аукциониста, в конце-то концов, я купил бы предприятие. Хотя, какая разница, я могу здесь купить вот эту пивоварню. Правильно? Снести ее, построить керосиновый завод. Что бы нет-то? Пива тут нафиг не надо. Точно. Так, кто у нас там? Охранник, по-моему, да, появился? Точно, точно. Сколько стоит твое предприятие, чтобы тебя купить? О, так ты у нас тут развился неплохо. Во-первых, я здесь построю университет. Во-вторых, ты у нас стоишь 800 тысяч. Это многовато. Тебя, мать, купить я не могу. Мне нужен аукционист. Но мне, знаете, получается, его надо одного взять, чтобы он был. Потому что я же не покупаю аукционами, да, без аукционов покупаю предприятие. И он постоянно будет у меня висеть. Это хорошо. Надо было сразу сделать. Я что-то про это дело забыл. Топограф. Да у меня как бы с топографом проблем нету. А аукциониста бы сейчас. Это бы классно было. Так, ну, Канзас-Сити рост падает. Это все плохо. Почему падает? Сейчас давайте разбираться. Пшеница есть. Кукуруза есть. Дерево есть. Мяса нету. Нету мяса. Почему нет мяса? Почему у нас... Что ты у нас тут возишь? Это пассажиров. Это пивасик. Канзас-Сити учит, а только прибыл с пивом. Ты тоже только прибыл с пивом, да? Отлично. Здесь тупо, получается, ждем разгрузки. Хорошо, с мясом разобрались. Мяса скоро, по идее, должно быть. Что еще нет? Нет ткани, но она вам тут нафиг не нужна, эта ткань. Молока нету, овощей, фруктов, одежды. Но одежда, потому что здесь не делается. Да, ее здесь нет, потому что нет ткани. Хотя нет, ткань вроде как бы есть. Но это опять же надо будет улучшать предприятие. Блин, у меня таких денег нет, чтобы все это улучшать, 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 улучшать. Мне бы вот здесь вот с нефтью разобраться бы. Это было бы, да. Потому что вот это вот задание, оно сложноватое. Так, ну что, 800 тысяч я покупаю. Улучшить количество пассажиров, выезжающих из городов с фашистанцем. Давай возьмем, в принципе, никто не берет. Решил взять, да, Дон Лоренцо? Так, теперь Беатриса фон Шик пошла. Скажи, ты всегда так медленно соображаешь? Я уже сделала ставку. Да, мне чихать. Мне бы, конечно, лучше бы аукциониста. Тогда я бы смог бы здесь подешевле купить предприятие, чем вот здесь брать, блин, за... О, уже миллион шестьсот. Понятно, здесь когда у нас идет спад, тогда мы сможем его купить. Эффект соединения кто с кем? За полляма. За полляма. Одесса. Одесса? В Америке есть город Одесса? Тебе стоит подумать над этим еще раз. Серьезно? Есть город Одесса? Одесса. Что-то как-то я... Немножко в шоке. Одесса есть? Ну, ладно. Одесса так Одесса. Хорошо, тогда надо будет здесь ждать спада. А спад когда произойдет? Когда у нас тут кончится пшеница? Вот аукционист, конечно, мне пригодился бы. Миллион шестьсот, блин. Миллион шестьсот. Ну, ладно. Блин, до сих пор еще здесь все растет Во, пшеница кончилась Сейчас должен, по идее, пойти спад Отлично, спад пошел Миллион, многовато, не хочу пока Многовато пока еще Не падает пока у него еще Мне надо, чтобы он ниже упал Мне надо, чтобы я мог его вообще подешевле купить Охранник Так, охранник пока подожди 800 Ну, ниже, по-моему, я уже не смогу купить Берем за 800 А то потом привезут И что я буду с ним делать 240 снести Отлично Замечательно Теперь можно здесь строить склад И сюда возить нефть Сразу здесь строим станцию ТО Дальше У нас здесь станция ТО есть Значит, просто расширяем станцию И проводим пути отсюда Так В принципе Можно так сделать Ну что-то как-то я не очень хочу это делать Лучше где-нибудь сделать Сюда заезд Хотя Здесь поставить башню Да, давайте возьмем 301 тысяча Да, подождем Подождем Второй мост Второй путь Он будет стоить намного дешевле Потому что мост уже будет построен Отлично Так И теперь тебя вот сюда Вот Всего лишь 92 тысячи Немножко надо бы подкопить 92 тысячи сюда тогда возить Нефть Да, в больших количествах Нефть, конечно, бы еще туда возить Но керосин здесь уже у нас в заторе Да, сколько мы с вами сделали 11 и 7 Можно, наверное, здесь построить склад И сюда возить керосин еще Давай сейчас дорогу я построю для начала А, на склад не хватает уже Ладно Сейчас тогда мы тут Проведем маршрутик Так, башню Давай, наверное, башню где-то вот здесь поставим О, тут нормально будет Отлично Так, здесь заказываем, значит Ресурс нефть А, кстати, керосин можно Да, и нефть Максимально Прекрасно Добавляем локомотив Отсюда Сюда На Первый путь Поехал 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 И где-то на мосту Мы тогда ему сделаем Дубликат Когда он приедет Мы сделаем еще один дубликат Так, 300 очков у нас есть Блин, без музыки скучновато Так, отлично Делаем дубликат Поехал Поехал И когда ты у нас Приедешь в город Я Вернее, на склад Я сделаю тебе еще дубликат И пойди Должно быть нормально Как раз заезжает Сейчас будет разгружаться А этот как раз у нас Уже на мосту Так, с этим все Тут у нас по максимуму развито Мы по идее Здесь 8 вагонов За неделю делаем Сейчас посмотрим 4,5 5,7 6,8 8, да 8 вагонов В неделю делаем Надо будет тогда Здесь Развить предприятие Да За полляма Развиваем Надо будет еще развить Но это уже требуется Миллион А может у меня есть Кстати, у тебя тут что? Кочегар, охранник Это мы возьмем Здесь главный инженер Главный инженер Нет, не подходите Тут никого нет Так Кочегар и охранник Все, я понял Кочегар и охранник Вот Кочегара Здесь нет Отлично И охранник Хорошо Что у нас с квартальной прибыли Кстати Миллион двести Да Нефть уже, кстати Почти половину С вами уже произвели Это хорошо Задание, значит Выполним Вот здесь надо будет Разбираться То есть, соответственно У нас здесь Есть Да Само предприятие Которое производит Нефть Нефтяные вышки Надо будет Только сейчас Туда провести Дорогу То есть Сейчас я здесь Поставлю станцию Дорога, конечно Будет дорогая Ой, дорогая Дорога будет Да И сюда Что у нас здесь Туннель есть Причем Что он Не один Их тут Несколько Туннелей Нельзя как-то Вас наверх Вывести Мост Мост А вот здесь Вот здесь Туннель Ну, может быть Здесь оставить Туннель Потому что Все-таки Лучше Под Дорогой Да Право Будет проходить Я думаю Да 554 тысячи Облигаций Мне бы Облигаций Сейчас Могу В принципе Взять На 3 миллиона 600 Берем Проводим Дорогу Сейчас Тогда Второй Маршрут Здесь Сделаем С Нефтью И На сегодня Тогда Уже Будем Заканчивать Серию Она Так У нас Уже Выходит Опять Все-таки Длинная Здесь Это Дело Подешевле Так Семофорчики Поставили Здесь Дороги Сейчас Соединим Допустим Кривовато Кривовато Получается Ну да Ладно Башни Башни Значит Ты Выехал 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 На Тебе Одну Башню Выехал Так Стоп Мне показалось Что Семофорчик Не снесся Выехал 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 Ну и Давай Примерно Где-то Вот Здесь Вот Так Хорошо Двух Башник Вполне Хватит Единственное Только Наверное Я сейчас Еще здесь Станцию То Поставлю Отлично Ну и Давайте Запускать Кочегара Можно Будет Взять Забаба Геймс Новая Станция Средина 25 Станций Настроить Путь Отсюда Сюда И Третий Поехал Так Значит Сейчас Сделаем Дубликаты Когда Когда До До Одной Башни Обслуживания Да Делаем Дубликат Потом Когда Он До Второй Станции Еще Один Делаем Дубликат А Подожди Дубликат То Мне же Надо Получается Здесь Предприятие Развить А то Смысла Никакого Не будет Вот Вот Это Другой Разговор Ну Отлично Делаем Дубликат Теперь Здесь Его Ждем На Второй Башне И потом Когда Уже На Склад Приезжает Эффект Соединения Блин Серьезно Кто С кем Можно Подзапариться 600 Тысяч Получить Почему Бо И Нет Почему Бо И Нет Кочегар Надо Как раз Еще Потом Предприятие Расширять По Производству Керосина Так Башня Ты Уже Возле Башни Дубликат Поехал Третий И Там Сейчас Будет Четвертый Да И Уже Будем Заканчивать Сейчас Опять Засижусь Не Отпускает Игра Пока Пока Не Отпускает Зарбаба Геймс Оставила Всех Позади Стоимость Достигла 52 Миллионов Мне Б еще За Перевозку Грузов Квартальную Прибыль Получить Награду Это Было Вообще Классно Так Ну Смотри Уже Получается Этот Подъезжает К башне Это Положает К складу И все Замечательно Не забыть Главное Про эффект Соединения В следующей серии Заняться Этим Моментом Да Тот На складе Этот У башни Этот У башни Все У башни И Дубликат Еще один Поехал Все С этим Разобрались Что у нас Тут Вообще Получается 3,8 4,6 5,8 6,6 7,7 8,5 9,7 10,5 11,6 12,4 13,6 13,6 Но Здесь Потому что Еще не максимум Развитые Предприятия Давай Разовьем Все Максимум Получается Будет 16 И вот Как раз Это Третье Предприятие Которое Надо Будет Купить Тоже Его Развить И Сюда Возить Еще Нефть И Все У нас Будет Шикардос Все Длиннейший Путь Дримлайнер Путь Длиной В 14 1338 Км От нас Переплюнули Конкуренты Но Это В принципе Особо Роли Не играет Так что На сегодня Все Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Вступайте В группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами Базар Бабай Спасибо За просмотр Увидимся В следующих Прохождения Всем пока